Всем привет! Мы сейчас в машине. Сегодняшнее мое видео будет о продуктах питания. О том, что мы покупаем, что едим, сколько денег тратим в месяц на продукты питания. В общем, я вам покажу продукты, которые мы купили где-то, наверное, неделю назад с мужем. Мы ездили в субботу и купили мы тогда на 140 евро. И таких вылазок у нас получается за месяц где-то две. Плюс, конечно же, в течение недели, если мне надо там дополнительно купить какие-то овощи, фрукты, йогурт или молоко ребенку, что-нибудь там еще, то я, конечно же, езжу в магазин. Я не жду таких вот субботних вылазок. Ну, это ж мне, Окси. То есть у меня есть деньги, есть машина, я сама езжу и покупаю. Но глобальные покупки мы совершаем в основном с мужем вдвоем. Вот, значит, рыбу. Рыбу мы покупаем два раза где-то в месяц. Покупаем сразу много, большими кусками. Муж мой, как маленький ребенок, не ест рыбу с костями. Поэтому мы покупаем для него только филе. Для себя я могу когда-нибудь купить целую рыбешку, запечь ее и струщить. Одна. Вот, мясо. Мясо мы покупаем, наверное, все-таки один раз в месяц. Нам хватает того, что я вам сейчас покажу. Вот, и ребенок у меня ест тоже вместе с нами. Готовлю я в основном всегда сама. Но если какие-то чрезвычайные ситуации, если надо что-то быстро поесть и некогда готовить, то на этот случай в холодильнике у меня тоже всегда есть что-нибудь такое быстрого приготовления. К этому мы прибегаем довольно-таки редко. Все-таки в основном я готовлю сама. И для таких случаев мы также покупаем какие-то овощи в консервах, салатики. Салаты я не ем, потому что для меня они все на один вкус. Но мой муж может. И может, если он очень голоден и вот хочет есть прямо сейчас, то он может такой вот открыть консервированный салатик и завтра запросто его съесть. Вот, сейчас вам покажу все, что мы купили. Укажу цены. И сейчас вот мы едем опять в магазин. Сын в садике. Мы с мужем едем вдвоем. Нам надо купить еще, хотим, рыбу. Закончилось детское молоко. Закончилось молоко у нас. Масло надо купить, хлеб. Ну, в общем-то, что-нибудь такое еще по мелочи. В общем, сегодня не будет каких-то глобальных закупок. Постараюсь вам показать, что еще купили сегодня. И во влоге у меня будут покупки из Лидла. Вот, что я купила на неделе. В общем, оставайтесь с нами. Я вам сейчас все покажу. Вот еще забыла сказать, что в месяц на еду у нас уходит, считай, детское молоко, какие-то специфические продукты для ребенка, мяса, рыбу. В общем, все-все-все. Но чисто на продукты у нас выходит 350, где-то максимум, наверное, 400 евро. Моего мужа не заставить сходить в какой-нибудь там магазин одежды, выбрать какие-нибудь новые джинсы себе или кофту или что-то еще. Но вот пошляться по продуктовым магазинам для него это с удовольствием. Иногда уже я его затаскиваю домой, потому что время поджимает, а он может потратить на это 2 часа просто-запросто. Так что, ну вот как-то так. Пишите, как у вас. Мне будет интересно знать, как у вас. И оставайтесь. Приятного просмотра. Оставайтесь со мной. Сейчас я вам все покажу. Мы сейчас возвращаемся из магазина второй раз с покупками, которые сделали сегодня. И скажу вам, что в 350 евро нет. Все-таки в месяц мы не вкладываемся. 400 евро. И это точно. Если не больше. Сейчас вам все покажу и расскажу. Значит, вот что мы купили сегодня на 140 евро. Яйца. 15 штук. Обычные яйца. Мы не заморачиваемся по поводу био. Кое-что я покупаю био, кое-что нет. Мой муж вообще против био. Он считает, что это все раскрутка, накрутка. И нельзя всему верить. Дальше голем. Куриная. Я мариную. Мы делаем на барбекю. И также ребенок у меня любит скушать ножку отварную. Так что вот здесь 2 килограмма. Фарш галяжи здесь тоже 2 килограмма. 20% жира здесь. Колбасы. Я ничего не могу с этим поделать. Мой муж любит. Вот такая вот колбаса. 300 грамм. Что здесь она? Сухая колбаса. Свиная свинина. Еще одна колбаса. Так. Здесь. Т-т-т. 400 грамм. Я думаю, что это тоже, наверное, какая-то свиная колбаса. Да. Свиная. Так. Дальше. Мы хоть и не мусульмане, но мне очень нравится вот такая вот колбаса. Очень вкусная. Здесь как рубленая. Такая получается ветчина. Мне она очень-очень нравится. Вообще ее покупают в основном арабы, потому что она, ну как бы, вы поняли. Вот. И вот такая вот тоже. Она получается как похожа на нашу вареную и идет с оливками. Мне нравится. И вот такие вот какие-то, как он сказал, для аперитива. Для этой мультой колбаски. Здесь, по-моему, тоже свинина. Дальше купили два багета. Традиционных пакетских багета. Сыр уже потертый. Если я буду что-то печь, какие-то, может быть, пироги мне понадобятся. Дальше купили две упаковки лосося. Здесь 4 кусочка, 140 грамм. Купили два. Он вообще дорогой, этот лосось. Мы купили две упаковки, потому что была акция. Две по цене одной упаковки. Поэтому взяли две. Дальше купили рыбу. Это спиная часть. Трески. Очень-очень вкусно. Здесь нет костей. Одно только мясо. Я вообще люблю рыбу запекать в духовке целиком, но мой муж не ест такое. Ему не нравится выбирать косточки. Поэтому мы покупаем часто вот такую вот спинку трески. И мы сами едим. И ребенку я даю. Вот мы купили два таких кусочка. Один. Вот одного цена, вы видите. И вот второй кусок. Дальше купили вот такой большой кусок мяса. Посмотрите, какое оно красное. Очень свежее. Еще купила упаковку вот такой вот рыбы. Она немножечко подкопченная тоже. Здесь пять кусочков. И я с такой рыбой делаю нашу русскую, белорусскую шубу. Получается очень вкусно. Мы купили три пирожных. Вот одно такое с фруктами, с малиной. И два. И два вот таких вот. Это французские меренги. Купили три, потому что завтра у нас намечается чаепитие на троих. Так что вот мы готовились. Заранее. И еще купили для этого чаепитие. Вот французские традиционные. Маркарон. То есть такие вот пирожные. Здесь разные есть вкусы. Фисташки, карамель, клубника. Цена на них, конечно, не маленькая. Их надо хранить в холодильнике. Но они на самом деле очень-очень вкусные. Купили для салатов мотореллу. Я покупала вот такую обыкновенную мотореллу. Купили кусок сыра. Обожаю этот сыр. Он очень-очень вкусный. Такой насыщенный вкус, но довольно мягкий. Так. Еще я купила бри. Что-то мы не зашли в сырные отделы. Так что схватила первый попавшийся какой-то. Не знаю, еще такой ни разу не пробовала. Какая-то обыкновенная упаковка. Ну, думаю, тоже будет неплохой. Вот такой вот сыр. Муж уже отрезал. Добрый кусок. Ему нравятся такие вот, скажем так, натуральные сыры. Они действительно насыщенного вкуса. Они действительно очень калорийные, очень вкусные. Еще купила йогурт. Вот такую вот большую упаковку. Я достала только 4 штучки, потому что их уже положила в холодильник. Я такие вот йогурты натуральные даю без ничего ребенку. Он у меня ест. Ему нравятся такие йогурты. И иногда я добавляю туда какое-нибудь фруктовое пюре. Но зачастую он ест их просто так. Дальше купили 2 вот такие вот связочки бананов. Мне нравятся они здесь такие маленькие. Удобно есть. Вот. Даже 3 получается. 3 связочки бананов. Купили еще килограмм моркови био. Купили био, потому что была по такой же цене, как и не био. Иногда такое случается. Поэтому, конечно же, в этом случае взяли био. Кусок тыквы. Буду делать тыквенный суп. Как всегда, я его очень люблю. Купила тоже. Тут сеточка баклажан. Сельдерей для своих утренних коктейлей. И вот такое вот огромное количество всяких баночек. В таких вот небольших баночках здесь салат. Вот этот, например, с тунцом. Курица. Табуле. Мой муж любит такие салаты. Я знаю, что консервы это не очень хорошо. Ребенку я консервы, конечно же, не даю. Но когда какие-то экстренные случаи, некогда готовить или откуда-то приехали домой, срочно надо что-то перекусить. Вот. Еще он любит вот такую вот брать белую фасоль в томатном соусе. Здесь гантей. Забыла, как по-русски. Напишу перевод. Тоже вот он любит. Я такое не ем. Горошек зеленый с морковкой. Сразу отдельный зеленый горошек без морковки. И даже вот у них продаются вот такие вот равиоли с мясом внутри, в таких вот банках. Он, как делает мой муж, он их высыпает в какую-то посуду для духовки. Посыпает все сыром, может немножечко полить сливками и запекает. И получается, ну, честно сказать, я такое не люблю, но ему нормально он ест. В принципе, вкус неплохой. Ест действительно можно. Это не то, как, вы знаете, у нас какое-то отношение к консервам, что это все сразу невкусное. У них во Франции консервы довольно высокого качества. И оно действительно вкусное. Но я просто не люблю. Я как-то предпочитаю лучше что-нибудь такое. Смотрите, тоже тот же горошек с морковью. Или какие-нибудь там овощи. Такое я как-то не сильно люблю. Эту белую фасоль тоже это не мое. Дальше. Опять же мой муж, как я бы сказал, для аперитива. Взял себе вот такие вот всякие штучки в виде маленьких закусочек. Здесь у нас орешки. Мы их уже в магазине открыли. Вот такая вот смесь. Орехи разные. И сушеная вишня, которую очень любит мой сын. Клюква, виноград. Он очень любит такую смесь, поэтому мы ее купили. Я ее тоже срочу вместе с ним. Купили ему молоко. С какао такое обычное. Апельсины. Дальше переходим к непродуктовым товарам. Такой вот столовый уксус. По нашей старой русской традиции. Для мытья чайников и всяких таких приборов, которых не хочется использовать химию. Купили еще с мужем бутылочку сидра. Он любит. Он меня вообще к алкоголю очень прохладно относится. Но вот что-то захотелось ему открыть когда-нибудь вечерком сидра. Купила для мытья посуды вот такую вот жидкость. Это экологическая жидкость. И она еще и гипоаллергенная. Жемарки. Зеленое дерево. Купили еще и для стирки. Порошок. Он в такой вот пакете. Стоит немножечко дешевле, чем в банке. Я его либо перелью. У меня есть пустая емкость. Либо оставлю так вот в этом пакете. Здесь на 30 стирок. Точно так же он экологический и гипоаллергенный. Можно стирать детскую одежду. Я себе купила вот такое вот растение. Это душистая травка. Не знаю, цветет она или не цветет. Пахнет довольно приятно. У меня дома выживают только три орхидеи. Больше не выживают. Потому что эти три орхидеи помещаются на окне, где всегда есть солнце. Поэтому они и выживают. И очень даже, кстати, неплохо. Когда-нибудь покажу вам свое видео. Они у меня цветут, не переставая круглый год. И выживают вот такие вот травки душистые. И я покупала недавно пророщенное авокадо, по-моему. Очень красивые такие растения. Стебли которого растут прямо из косточки. Но оно мне не выжило. Поэтому в этот горшок посажу вот такую душистую травку. Она у меня на кухне стоит. Еще купили вот такой вот рюкзачок. С машинкой, конечно же. Куда же без машинки. Такой обыкновенный смешной рюкзачок. В Ашане. Буквально там за каких-то 2,5 евро, по-моему, будет малявочка наша носить. Садик. Свои вещи. И в принципе это все. Еще не показала вам только туалетную бумагу. Ну, там ничего интересного, ничего необычного. И не показала еще. Купили еще одну машинку. Конечно же, тоже куда без этого малявки. Он уже с ней спать пошел. Ну, вот вроде бы... А, вот еще купила две себе вот такие вот пиалочки прозрачные. Абсолютно обыкновенные. Мне они нужны для одного дела. Для съемки видео. Потом вам покажу. Тоже они очень дешевые какие-то. По-моему, по одному евро. Ну, вот вроде бы это, по-моему, вот и все. Мясо я уже положила в холодильник. Творожки, сырки. Вот, по-моему, и все. А, еще мы купили греческий творог. Тоже забыла вам его показать. И вот все. Теперь точно все упомянула. Вот за все вот это... Я еще цены постараюсь указать. Сейчас пойду искать чек. За все вот это мы заплатили 140 евро.